Здравствуйте! Меня зовут Андрей Кораблин, компания Smart Scrub. Наша компания занимается переработкой металлургических отходов и дальнейших их реализаций. Сегодня мы находимся на площадке в Екатеринбурге, с которой мы отгружаем скраб. За моей спиной вы видите материал скраб фракции 60-500, который ожидает погрузки в вагон и дальнейшей отправки потребителей. В нашем процессе очень важное внимание мы уделяем контролю качества продукции. На сегодня я вам покажу, как мы контролируем это качество. Для нашего потребителя очень важно содержание железа, потому что это основной элемент содержания цветных прелисов. Для анализа мне потребуется сам скраб, ваг с водой, весы, болгарка, рентгенов, флоресцентный анализатор. Первым этапом мы будем измерять содержание железа в материале с помощью метода водоизмещения. Мы набрали бак с водой, обнулили вес, мы выбрали образцы скраба из общей кучи, теперь будем его закладывать в воду. Самое главное, чтобы вода покрывала все куски железа. Наша задача этими манипуляциями определить вес закладываемого материала и его объем. Получилось так, что вес скраба, который мы загрузили, содержит 71 килограмм 900 грамм. Дальше мы определяем разницу в объеме. Таким образом мы определим содержание железа. Следующим очень важным критерием для некоторых потребителей является содержание цветных примесей, таких как сера, фосфор, марганет, углерод. Данные элементы мы измеряем с помощью рентгенов флоресцентного анализатора. Для того, чтобы определить содержание железа, мы первоначально должны зачистить кусок. Чем чище поверхность, тем четче покажет анализ данный прибор. Включаем мобильный анализатор. Включаем программу. Мы видим, что в материале присутствует кремний, но кремний это насколько качественно зачищена поверхность. Мы видим высокий хром, 0,5%. И мы видим, что в материале присутствует практически 3% никеля. Я специально выбирал куски шлаковые. В целом они характеризуют данную кучу, потому что, если вы видите, здесь больше железных кусков и меньше таких шлаковых. Сейчас мы проведем измерение вот таких внешне привлекательных кусков. После того, как данные, материал загрузили в бак, получилось вес 107,8 кг. Вот мы в офисе. На данный момент наш нужно забить те данные, которые у нас получились в таблицу. И я уже их ввел. Вы можете посмотреть. Вот материал, который был первый выбран. У него получилось содержание железа 73%. Второй случай, да, то есть получилось содержание железа 95%. Мы можем отправить вам методологию определения снижания железа вводным способом с того, как вы зарегистрировались у нас на сайте и отправите заявку. Я благодарю вас за внимание. Всех благ вашему бизнесу.